Короче, вот так вот выглядит мой глаз в данный момент. Я сейчас еду на Литейный 25, держать глаз открытым вообще очень сложно. Сейчас еду на Литейный 25 для того, чтобы нормально туда записаться, отдать паспорт и ещё раз проверить глаз на наличие камушка в него внутри. Вот, потому что мне, ну, прям пиздецко кажется, что там действительно есть какая-то дрянь. Вот, перепровериваю, если там камушек. Так, настаю на том, чтобы сделать рентген по этому поводу. Либо хотя бы сделать мне направление на рентген, чтобы я поехал, не знаю, там, либо в свою травму, в Токсово, да, либо поехал в другое какое-то место, где можно сделать платный рентген, хрен знает. Короче, я очень волнуюсь, сильно беспокоюсь. Привет, дорогой подписчик. Иду, короче, опять снять ложки и офтальмологии. Вот, иду домой. Ой, короче, кое-как ночью заснул. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Пришлось, ну, не пришлось, а я спиннорочно съездил ещё раз. Для того, чтобы на всякий случай уж точно и на 100%, ну, и на 100%, опять же, блядь, российская медицина. Устаканить вопрос, успокоиться, что всё в порядке. Вот, сходил, короче, к ещё одному врачу, уже другой врач принимал. Вот, сказал, что да, у вас действительно сверху охерительная эрозия, просто кошмар. Вот, вообще прям жесть. Лечиться, говорит, будете долго. Болеть глаз будет тоже долго. Главное, капайте капли. Мажьте мази. Вот, не забывайте это дело, не путайте, потому что минимум неделя, это минимум, а вообще две. Для того, чтобы вам прийти в порядок. Вот, всё вот это, типа, это в пределах разумного, потому что, ну, всё-таки это порыв, это всё-таки... Короче, пошкрябал я знатно, охуеть. Только, сука, начало всё налаживаться, только вот по чуть-чуть всё начало приходить в порядок и на тебе. На самом деле, это дело случая. Такое может произойти с каждым. Но вот то, что это произошло со мной, произошло именно тогда, когда более-менее всё пошло на позитив, это, конечно, дико обидно. Вчера, когда я выбирался из больницы, мне позвонил один человек, говорит, здравствуйте, у меня проблема, типа, у меня между нулём и землёй потенциал в 100 вольт. Я такой, ну, слушайте, говорят, наведёнка. Я говорю, ну, наведёнка эта штука достаточно такая себе, потому что, ну, в сети 220 вольт, наведёнка, это... На самом деле, у тебя должен быть ток ампер под 800, чтобы у тебя была наведёнка на проводнике в 220... Не то не в 220, а в 380, на 220 вообще там токи должны быть под 1000, чтобы наведёнка появилась. Потому что там должен быть такой ток протекания, что просто охереть. Я говорю, в домашней сети наведёнка эта, ну, такая... Тем более, наведёнка в 100 вольт. Прикинь, у тебя в проводнике 220, наведёнка в 100 вольт. Наведёнка в 100 вольт на воздушке, может быть. И то на воздушке. Ну, короче, друг ему, короче, электрик сказал. Я такой, блядь, охуенный электрик. Сегодня должны были встретиться в 9. Но я его вчера попросил, говорю, пожалуйста, скиньте мне смс-кой свой адрес. Вот, и в 9 с вами встретимся. Или какие-нибудь особенности, если есть там по проникновению. Тот такой, типа, о-ло-ло, ко-ко-ко. Но смс так и не пришла. А его номер телефона у меня и отсутствует, собственно. Ну, в принципе. Как-то так. Вот, так что еду домой. Буду продолжать тогда лечиться. Буду тогда продолжать работать. А что делать? Вот, буду тогда ебашить, насколько это возможно. Конечно, очень сложно видеть. Вот, иногда глаз вообще просто не позволяет себя открыть. Ну, вот, настолько больно. Но, как бы, такие дела, ебашь, чувак. Такие дела. Каждому из вас, ребята, работайте на работе. Будьте аккуратны. Никуда не торопитесь. Вот, и делайте все размеренно и аккуратно. Я буду тоже делать в ближайшем будущем так. Потому, ну, типа, никогда такого не было. И вот опять называется. Ну, получай. Электрик, вставь стильную вилку в глаз. Короче, такие дела. Ладно, ребзя. Пойду я, короче, домой. Может, помонтирую чего-нибудь. Но глаза так болят, что монтажа в ближайшее время не будет. На этом все. Давайте увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok